Константин Труш, учащийся Брестского лицея номер один имени Пушкина. Класс физико-математической направленности молодой человек выбрал не случайно. С малых лет педагоги замечали у Кости склонности к точным наукам. Так она и получилась. И сегодня день учащегося выпускного класса насыщенный. Важно не только много работать на занятиях, но и дома не ослабевать хватку. Ведь от того, насколько прочными будут знания, зависит, какими будут результаты. Лекций педагогов лицея достаточно, но закреплять материал занимаюсь самостоятельно. На взгляд Кости никогда не будет лишним. Волнительно, страшно, но надо перебороть свой страх и идти цель направленно к цели. То есть ты должен поставить себе цель и добиться ее. Ты должен идти на ЦТ, зная, что ты его сдашь. То есть знать все. Ты должен с каждым днем совершенствоваться. У нас в лице замечательная база, у нас хорошие учителя. То есть если ты будешь слушать внимательно на уроках, то у тебя не будет проблем, чтобы сдать ЦТ. Коллега Константина по учебе Игорь Езерский, также последователь точных наук. Подготовка к вступительным экзаменам для него сегодня один из главных вопросов. Молодой человек с интересом решает сложные задачки, увлеченно разбирается в новых теоремах и их свойствах. Свои силы Игорь уже испытал на пробном этапе централизованного тестирования, репетиционном. Эта форма самоконтроля помогла молодому человеку определить уровень собственных знаний и научила работать с бланками, заполнять которые с непривычки может показаться трудным. Я ходил на репетиционное тестирование. Я считаю, что все-таки лучше сходить и проверить свои знания, чем потом в первый раз прийти на ЦТ. Потому что, во-первых, это испуг или необычная ситуация, в которую ты никогда не попадал. А если до этого ты проверил свои знания, ты уже приблизительно знаешь, куда ты можешь поступить, или как справиться с волнением, или как написать тоже ЦТ. Стать студентом на самом деле не так-то просто. Несмотря на существующие слуги о великой теории вероятности, позволяющей набрать наугад большое количество баллов, практика доказывает обратное и определяет итог экзамена большое количество факторов. Оказавшись в незнакомой или непривычной ситуации, абитуриент, имея даже глубокие знания, может элементарно растеряться. Чтобы предугадать возможные риски и просто попытать свои силы, и существует такая форма контроля, как пробное репетиционное тестирование, первый этап которого уже подходит к своему логическому завершению. С 5 октября уже по Брещене началось репетиционное тестирование, то есть первый этап. Этих этапов у нас будет три. Январь-февраль – это второй этап, и март-апрель – это третий этап. На текущий момент примерно около 300 человек прошло тестирование. Соответственно, опять же, пробуются ребята по всем 14-м предметам, но лидирует опять же, в общем-то, традиционно, это русский язык и математика. Впереди еще два этапа репетиционного тестирования. А значит, у абитуриентов есть хорошая возможность почувствовать, что такое настоящий экзамен, посмотреть формулировку заданий, а также определить те направления и те моменты, которые еще нужно подтянуть. Узнать необходимую информацию о репетиционном тестировании можно, позвонив в региональные центры тестирования и профориентационные работы с молодежью. Стать студентом – это реально. Главное – правильно подготовить себя на начальном этапе. Тогда можно будет рассчитывать на высокие результаты и успешное поступление.